В России сегодня День оружейника. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает независимость и безопасность нашей страны. Владимир Путин поставил перед оборонным комплексом задачу приступить к работе над перспективными образцами военной техники. Заседание военно-промышленной комиссии президент провел в подмосковном парке Патриот. Сегодня же там был заложен первый камень в основании главного храма вооруженных сил. Собор возводится на народные деньги в память обо всех павших защитниках Отечества. Репортаж Ивана Прозорова. Видно, как тяжело им дался путь сюда, но ветераны не могли не приехать. Победу в Великой Отечественной они добывали на разных фронтах. И у каждого там остались друзья и сослуживцы, кого нужно вспоминать. У нас всегда на глазах слезы, как в дни Великой Отечественной погибали. Наши товарищи, мы также их оплакали. И сейчас в честь ваших прадедушек, которые сражались в Великой Отечественной войне, мужественно, храбро, они все достойны памяти. Главный храм наших вооруженных сил в воскресенье станет центром славы и памяти павшим воинам на самой кровопролитной войне в истории человечества. На церемонию освящения первого камня прибыл президент России, патриарх Московской всей Руси и министр обороны. Патриарх Кирилл совершил чин освящения, а также молебен по нашим военным, погибшим в Сирии. При исполнении воинского долга убиенных в кресте Божий наш... У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим. Хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение. Так, в честь победы над Наполеоном был возведен храм Христа Спасителя. Как и его, храм Воскресения будут строить на пожертвования всем миром. Россия никогда не ведет и не вела захватнических войн. Россия поддерживает свои вооруженные силы, понимая, что в трудный момент именно вооруженные силы будут защищать ее суверенитет и историческую судьбу ее народа. О выбранстве храма и воинских традициях президенту рассказали у Макета. В храме будет пять пределов. Центральный в честь главного христианского праздника Воскресения Христова и четыре будут посвящены небесным покровителям разных родов российских войск. Само место для возведения храма выбрано особо. Как выразился президент, земля здесь помнит примеры ратных подвигов российских воинов. Неподалеку, во время Великой Отечественной, в лесах проходили последние рубежи обороны столицы. Здесь враг был остановлен и обращен вспять. В парке «Патриот» не только история, но и будущее нашей армии. Это новейшие образцы техники, которую производит концерн «Калашников». Президент лично протестировал одну из новинок. Снайперская винтовка «Чукавина» СВЧ-308. Это центр, да? Да, 200 метров центр. Потом у вас какая дистанция? Следующая будет 300, это будет 10 кликов вверх. 420 кликов вверх. 534 клика вверх. И последняя 663 клика вверх. Осталось 6. В мишень Владимир Путин попал с расстояния 600 метров. Есть хваток. Звук попадает. Я напротив стою. Нас отсекает. Спасибо. Мы счастливы, что вам понравилось. Спасибо большое. О автоматах. О поступлении новейшей техники в наши войска. Разговор на заседании военно-промышленной комиссии страны. В этом году начали воплощать масштабную госпрограмму вооружения. И рассчитана она до 2027-го. В ней учтены современные тенденции развития вооружения и военной техники в мире. А также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике. В результате выполнения программы в войска должна поступить новая техника, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Среди них ракетный комплекс «Сармат», истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищённый танк на боевой платформе «Армата», а также зенитно-ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677. Между тем, нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения и техники на будущее, которые определят облик вооружённых сил России. Будущее зависит от цены на новейшие образцы вооружения. В прошлом году наш оборонно-промышленный комплекс стал использовать бизнес-модель, которая снижает издержки, вводит современные технологии и помогает производить конкурентную гражданскую продукцию, в итоге снижая стоимость военных образцов. Эту работу нужно продолжать, подчеркнул президент, применять цифровые технологии. Не менее важен и кадровый вопрос. В последние годы ему уделяется повышенное внимание. Численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а где-то и увеличилась. Все последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание. В результате численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а в ряде организаций и увеличилась. Важно, что в ОПК создаются условия для притока и закрепления талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи, обеспечить преемственность в научных школах. Сегодня доля молодежи в возрасте до 35 лет в отрасли превысила 30%, а средний возраст работников снизился до 45 лет. При этом средняя номинальная заработная плата увеличилась в 2017 году к уровню 2019 года в 1,7 раза и составила более 50 тысяч рублей. Чтобы привлекать талантливых профессионалов, подчеркнул президент, им нужно создавать достойные условия, в том числе и жилищные. Свои квартиры только в минувшем году получили больше 8 тысяч специалистов отрасли. Уже после заседания к журналистам вышел вице-премьер Юрий Борисов и ответил на вопрос, как будет повышаться безопасность российских военных в Сирии, о чем глава государства говорил после трагедии с Ил-20. Президентам даны указания усилить охрану наших баз, имеется в виду Хмими и в Тартусе. В частности, концернам Калашниковым предложены технические решения. Автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий. И, насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре. Также на заседании решили, что новую госпрограмму вооружения комиссия будет принимать в 2023 году. Иван Прозоров, Павел Волконский, Максим Катаев, Дмитрий Белов, Светлана Баркова. Первый канал.